Генеральный спонсор службы новостей город сеть аптек аптека для бережливых Заботьтесь друг о другое, как аптека для бережливых заботится о вас Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей город в студии Екатерина Грившинская И в этом выпуске события среды 30 мая смотрите в ближайшие минуты Купаться разрешается или все же запрещается? В Калининграде проверили Балтийское побережье, а также рассказали, какие сюрпризы ждут отдыхающих в этом году А вот тем, кто собрался в ближайшее время за границу, стоит следить за новостями В некоторых районах разыгралась непогода, об этом сообщает местные СМИ Что будет с историческим зданием? В Калининграде на улице Фрунзе обрушилась еще одна часть стены кроиц аптеки Вечно спешащие и правила дорожного движения не соблюдающие Телезрители Первого городского продолжают делиться историями здорового города и области А в это время другие калининградцы продолжают следить за новостями в социальных сетях Что обсуждали сегодня в интернете, смотрите в нашей постоянной рубрике И главной теме дня Калининград продолжает бить рекорды На этот раз погодные Сегодня температура воздуха достигла исторического максимума Плюс 31 градус Накануне, кстати, было также на 9 градусов выше обычного Калининградцы, не дождавшись официального разрешения, уже открыли купальный сезон В то время как власти только сегодня начали проверять пляжи области Вместе с ними на проверку выехала и моя коллега Анастасия Соколова О том, где купаться разрешено, а где власти не советуют кунать даже ноги И законы ли Светлогорские платные пляжи и лежаки А также какие сюрпризы подготовили курортные города в этом году Расскажем в первом материале выпуска Работы на новом променаде в Светлогорске идут полным ходом И если с той стороны уже ведутся отделочные работы То с этой, вы можете видеть, предстоит сделать еще очень много всего Нам обещают, что ходить по новому променаду мы сможем в лучшем случае в конце лета А вот так променад выглядит с высоты птичьего полета Даже на этих кадрах заметно, что работы у подрядчика немало Напомним, что сроки окончания этой стройки переносились не раз Сначала весна, потом середина лета, а теперь и вовсе В этом году В этом году, но нет Ведутся постоянные работы, ведутся консультации с Ростуризмом По продлению сроков Но сейчас подрядчик обещает концу лета И если новый променад еще не готов принять гостей То вот пляж, да еще и частный К удивлению чиновников, готов к наплыву отдыхающих Появление частного пляжа, непонятно по какой причине И появление камней, ну не появление, а наличие камней Мы разговаривали, что в ручном порядке будут демонтированы камни И пляж будет тоже очищен и благоустроен Поэтому ждем до 5 числа этих изменений А это уже Зеленоградск, следующий пункт осмотра чиновниками Отдельная зона купания детей, обновленные велодорожки И даже передвижные спасательные пункты Которые местные власти переделали из стареньких автобусов В общем, практически все блага для отдыхающих А может и не всем Мне очень нравится сейчас Зеленоградск, он очень сильно изменился Единственное, что вот этот недострой, где должен был быть аквапарк Конечно, очень печально, что его не достроили В принципе, Зеленоградск вот за последние годы просто радикально изменился Он, конечно, очень хорош, просто стал вот такой очень-очень симпатичный городок Сделали нормально, удовлетворительно Так и должно быть в каждом курортном городе Это здание, конечно Ну, наверное, это все снесут, я думаю Изменят обстановку ближе к чемпионату-то А так все хорошо, мне все нравится Когда здания будут украшать, а не портить облик курортного города Чиновники отвечать не спешат Известен лишь срок, когда закончатся работы вдоль променада Это 2 июня Итак, следующий пункт Поселок Янтарный Очень чистый пляж Не засорен Все для удобства, шезлонги Мы вот взяли беседочку для детей Очень комфортно Мы уже третий год сюда ездим И с каждым годом все лучше и лучше Пляж отличный Не хуже, чем в Тель-Авиве, например, в Израиле Только море чуть холоднее Но так, отлично И, пожалуй, самые приятные новости из Янтарного Уже в эту субботу над пляжем в очередной раз поднимут голубой флаг Это значит, что он один из самых чистых, комфортных и доступных внимания в мире К слову, в этом году около пляжа увеличена парковка Через неделю здесь даже появятся камеры хранения А в будущем и велопарковки Анастасия Соколова, Михаил Эльбаум, служба новостей город На водоемах купальный сезон откроется так же, как и на морском побережье 1 июня Это на бумаге, а вот на деле загорающих и купающихся в озерах Калининграда и области Можно встретить уже сейчас Кстати, в этом году на одно место для отдыха станет больше Пока Анастасия Соколова проверяла пляжи Балтики, Роман Баранов отправился на озеро Шенфлис Где вместе с спасателями встретил и моржей С чего бы это? И насколько безопасно на водоемах, расскажет он сам Сейчас это место просто не узнать Еще в 2016 году, по словам активистов, тут властвовал мусор, а озеро было заросшим и обмелевшим На сегодняшний же день все готово к купальному сезону И все благодаря участникам клуба Янтарные моржи Подготовка прошла успешно, потому что мы его вычистили Мы бы навели порядок С того времени, как мы взяли вещество, многое еще изменилось Существенно, например, мы облагородили территорию Засыпали песок, запустили рыбу Очистили, навели порядок Следим за порядком Приглашали сюда дайверов, которые нам почистили всю территорию озера От ненужных предметов Покрышек, труб там всяких ржавых И всякого-всякого Кстати, озеро Шенхлис несколько лет признавали небезопасным для купания Но после того, как висты взяли его под свое крыло, многое изменилось В этом году пробы воды взял Роспотребнадзор И не только здесь В рамках своих полномочий Управление Роспотребнадзора уже начало, конечно, проводить эту работу Мы проводим мониторинг качества воды поверхностных водоемов Которые определены органами местного самоуправления в качестве пляжей По состоянию на сегодняшний день нами исследовано уже более 65 проб воды На санитарно-химические, микробиологические показатели Показатели паразитарной безопасности Во всех водоемах, которые, как я уже сказала, определены главами муниципальных образований Качество воды водоемов за исключением одного У нас соответствует установленным требованиям Поверхностный водоем, который планировалось использовать в качестве пляжа На реке Шишупа в Краснознаменском районе У нас, к сожалению, в эпидемиологическом плане не подтвердило свое качество И в настоящий момент решается вопрос органа местного самоуправления О том, чтобы этот пляж был запрещен к эксплуатации Ну и, соответственно, к использованию именно в качестве купания Если мы говорим о городе Калининграде, то таких мест у нас это пять Это Голубые озера, ближние и дальние Это Шенфлис, это озеро Пилавское и озеро Карповское Качество воды мы там проверили Оно соответствует установленным требованиям И в этой части у нас претензий к этим озерам нету А пока список озер, разрешенных для купания, не появился Эксперты советуют не рисковать здоровьем Напомним еще раз, купальный сезон откроется 1 июня С этого дня на всех разрешенных пляжах будут дежурить спасатели Роман Баранов, Екатерина Калиниченко, служба новостей город По прогнозам синоптиков, жаркая и сухая погода ожидается в Калининграде и на следующей неделе Чего нельзя сказать о наших соседях Из-за сильных дождей страдают жители некоторых районов Германии Об этом сообщает интернет-СМИ Калининградцам, которые планируют посетить эту страну Стоит отнестись к выбору серьезней Эти кадры сделаны в северном районе Вестфалии Автор видео утверждает, что водой залит весь Вуперталь Пострадали не только улицы, вода проникла во многие здания Например, вот в этот торговый центр Затопило и офисное помещение, которое находится на нулевых и первых этажах В городе, если верить кадрам, много поваленных деревьев Из-за непогоды приостановлено движение поездов Поговаривают, что в некоторых районах вода достигала и вторых этажей Сильные дожди также прошли в Гессене и Ахене Данные о пострадавших В Калининграде обрушилась еще одна часть стены кроется аптеки Об этом сообщают очевидцы Им удалось сделать фото, которое вы сейчас видите Обрушение произошло сегодня около часа ночи Напомним, другая часть исторического здания рухнула накануне Тогда происшествие удалось снять на видео Ситуацию уже прокомментировал глава горсовета Андрей Кропоткин Он сообщил, что реконструкция здания это сложный технический проект Учитывая, что она еле стояла По данным, все перекрытия уже сгнили Поэтому сохранить эту часть было бы и так непросто Депутат также предположил, что пострадавшую стену заменят новоделом И это никак не скажется на облике гостиничного комплекса Который планируют сдать уже в июне 2019 В свою очередь премьер-министр регионального правительства Гарри Гольдман Заявил, что работы по восстановлению аптек Велись с отклонениями от проекта Добавив, что виноватые в обрушении фасада будут оштрафованы В Калининграде в среду 30 мая утвердили сразу несколько новых названий Так пешеходный мост через Нижний пруд стал называться молодежным Сквер напротив королевских ворот теперь носит имя писателя Андрея Болотова А на Северной горе улицы присвоили имя Героя России Виталия Мариенко Еще больше новостей города и области в рубрике «Короткой строкой» Ну и начнем с приятной новости для автомобилистов Сквозной проезд по улице Баграмяна откроют уже 1 июня По сообщению властей, к этому дню там уберут строительный забор и леса Ну а попасть в музей Мирового океана теперь можно будет и с Московского проспекта Приятные изменения ждут и пассажиров общественного транспорта До конца года чиновники планируют разработать систему без наличной оплаты за проезд По задумке авторов, картой можно будет рассчитаться как на городских, так и областных маршрутах Тем временем в Балтийск назначили дополнительный поезд Со 2 июня электричка будет ходить по выходным и праздничным дням С Южного вокзала она будет отправляться в 10.30, а в курортный город прибывать в 11.37 Ну а сотрудники музея Мирового океана предложили калининградцам выбрать имя для детеныша кошачьей акулы На выбор два варианта – Мурзик и Матроскин Отдать свой голос может любой желающий на официальной страничке музея в Facebook Новое имя Акуленок обретет уже 1 июня Жители Светлогорска уже начали готовиться ко дню рождения города В этом году он пройдет 10 июня Гостей и местных ждут творческие коллективы Театрализованное шоу, уличные театры, воздушный цирк, рыцарский турнир и много всего интересного Кстати, по прогнозам синоптиков в этот день будет солнечно Арена Калининград попала в компьютерную игру FIFA 18 – Мировой кубок Обновленная версия футбольного симулятора вышла только сегодня В него вошли все 12 стадионов, где пройдут матчи чемпионата Кстати, обновление бесплатное, оно доступно всем владельцам игры А вот как проходит подготовка к самому главному событию этого года Узнаем из свежих околофутбольных новостей Стало известно, какие бонусы FIFA выделила для всех 32 участников чемпионата 400 миллионов долларов Такую сумму назвали федеральные СМИ По их информации 9,5 миллионов гарантированно получит каждая сборная А победителю достанется 38 миллионов евро Кстати, эта сумма в три раза больше, чем получила Германия в 2014 году Стали известны именно те, кто проведет мастер-класс в парке футбола в Калининграде 2 и 3 июня на площади победы выступят двукратный чемпион мира из Бразилии Кафу Экс-полузащитник сборной Нигерии Джей Джей Акоча Сборную легенд России представят экс-игроки национальной сборной Голкипер Руслан Нигматурин, защитник Дмитрий Сенников Полузащитник Александр Мостовой, Алексей Смертин и Андрей Тихонов Нападающий Александр Панов Ну и приятная новость для гостей и жителей города В дни матча чемпионата, а точнее ночью в Калининграде будут работать музеи Главной темой станет, конечно же, футбол Так, музей Янтаря подготовит выставку о всемирно известных вратарях А фридландские ворота предложат посетителям самим позабивать голы Спонсор рубрики «Дневники чемпионата» агентство недвижимости «Этажи» А теперь подошло время подвести итоги голосования Напомним, накануне Первый городской решил узнать, сколько наших телезрителей Будут поддерживать сборную России и каким образом Оказалось, что большинство останутся дома или будут болеть в компании друзей в баре Так ответили порядка 50% опрошенных Больше 46% купили билеты на матч И лишь около 3% вообще не будут следить за играми Мундиаля Смотрите во второй части нашего выпуска после небольшой рекламы Студентам 30-тысячные стипендии, молодым мамам повышение пособия А депутатам сокращение доходов Какие еще финансовые изменения стоит ждать в ближайшее время? Вечно спешащие, правила дорожного движения не соблюдающие Телезрители Первого городского продолжают делиться историями из дорог города и области А в это время другие калининградцы продолжают следить за новостями в социальных сетях Что обсуждают сегодня в интернете? Смотрите в нашем постоянном рубрикаторе Все это через пару минут, оставайтесь с нами Вы смотрите служба новостей города и мы продолжаем Слабонервных детей и беременных просим не приглядываться к этому фото На них мертвый лось, которого местные жители обнаружили на ограде у храма По сообщению настоятеля, животное гуляло по территории церкви, когда испугалось собак и попыталось перепрыгнуть забор Труп лось с ограды сняли полицейские, эфир продолжит новости с места происшествия Эти кадры сняты на Гурьевском кольце, там, по сообщению очевидцев, загорелся большегруз Пламя охватило половину прицепа, никто не пострадал, из-за происшествия образовалась огромная пробка А эта ситуация произошла на проспекте Мира Там, по словам автомобилистов, водитель седана разбил стекло микроавтобусу из-за того, что ему не дали проехать по встречке В ответ на грубость водитель микроавтобуса наехал на легковой автомобиль и смял его После чего, по сообщению автора видео, нарушители разъехались Калининградец разыскивает свидетелей аварии, в которой пострадала его жена и 7-месячная дочь По сообщению мужчины, авария произошла 17 ноября прошлого года под Багратионовском Тем, кому что-либо известно об этом, просят сообщить по телефону, который вы видите на экране Калининградские коммунальщики решили, дождь работам не помеха И прямо во время осадков решили помыть дорогу Что это было, удивляются автомобилисты Возможно, работники надеялись, что асфальт вырастет как цветок и ямы исчезнут сами собой Что еще необычного произошло на дорогах города и области, смотрите в нашей постоянной рубрике И начнем с постоянных героев рубрики, спешающих водителей На этот раз автомобилист прокрался через пешеходный переход на красный сигнал светофора И, как ни в чем не бывало, поехал дальше А на этих кадрах можно наблюдать негласное правило дальнобойщиков Считаю до трех и перестраиваюсь Правда, и владельцу видеорегистратора стоит быть осторожнее Вероятнее всего, он находился в слепой зоне И водитель грузовика мог просто не заметить легковушку Аварии удалось избежать Не трамвай, а объеду, подумал водитель белого рейндж-ровер И выехал на проспекте Мира на рельсы Не хватало водителю бездорожья в каменных джунгах Время в пути сократить На том же месте, в тот же час, такой же кадр Водитель решил сократить Не трамвай объедет, а вдруг трамвай Ведь под колесами рельсы Все, что можно сказать по этому поводу, иронично выразил владелец регистратора А теперь подошло время для новостей из мира экономики, бизнеса и финансов Насколько увеличатся детские пособия И за сколько можно отдохнуть на Балтийском побережье Расскажем в бизнес-новостях Спонсор бизнес-новостей Строительная компания «Тамак» Зарплата депутатов может стать такой же, как у обычных россиян По сообщению ТАСТа, такой законопроект предложили представители одной из партий Если его примут, то члены Госдумы будут получать в среднем 35 тысяч рублей В то время как сейчас доход депутатов превышает среднестатистический по стране в несколько раз Кстати, они могут лишиться и некоторых льгот А в это время глава РАН предложил платить студентам по 20, а то и 30 тысяч рублей стипендия На такие меры Александр Сергеев предложил пойти для того, чтобы учащиеся вузов не отвлекались на подработку При этом такую сумму должны получать студенты именно первого и второго курса Так как на третьем они уже могут стать востребованы в своей сфере Планируется увеличить и пособие для детей от 3 лет Сейчас оно в 50 рублей в месяц Который, к слову, уже не менялся с 94-го года Также при рождении первого ребенка женщины получают сейчас чуть больше 16,5 тысяч рублей Проработать вопрос об увеличении выплат поручил Дмитрий Медведев К новостям региона В этом году на оснащение детских площадок потратят более 85 миллионов рублей Большую часть денег, а это почти 64,5 миллиона, область получит из федерального бюджета Еще 21 из регионального В первую очередь внимание будет уделено качеству материалов, из которых делаются площадки Тем временем наша область оказалась в числе регионов с самой дорогой арендой дачных домиков летом По данным специалистов, самые дорогие дачи, конечно же, у моря Сейчас домик на Балтике обойдется в 28,5 тысяч рублей за месяц, что, кстати, выше, чем в прошлом году При этом средняя цена по стране 17 тысяч рублей, за исключением Крыма Там вам придется заплатить больше 41 тысячи Спонсор бизнес-новостей, строительная компания «Тамак» А стоит ли завтра покупать иностранную валюту, предлагаю узнать из официальных прогнозов Муравьед Кая впервые вышла посмотреть город, точнее его маленькую часть И тут же стала героиней сотни фотографий В Калининградском зоопарке подруга лектора приехала из Дании в начале весны Но на свежий воздух попала только сейчас О других новостях из просторов социальных сетей расскажем в нашей рубрике Партнер рубрики «Социальные сети» – центр продажи и обмена автомобилей «Риэл Авто» Калининградцы выкладывают в сети, комментируют фото новых фонтанов УДКМ Их горожане оценили достаточно высоко, учитывая то, что стройка еще не завершена А другие горожане любуются нашими озерами и более того невольно заставляют наслаждаться природой всех пользователей сети Так, Калининградец снял видео о Виштанецком озере, Европейском Байкале, уточняют горожане в комментариях А в России обсуждают меломана стажера полиции Борис Гребенщиков после уличного концерта подошел к стажеру и пожал ему руку Что за группа была, поинтересовался тот «Аквариум», – ответили ему Но, видимо, полицейскому название группы ни о чем не говорит Ну а что, сколько этих музыкантов? Все на одно лицо В сети обсуждают и жителя столицы, у которого, как комментируют пользователи, видимо, 9 жизней На одну из них он и поспорил Партнер рубрики «Социальные сети» «Центр продажи и обмена автомобилей «Риэл Авто» Но теперь подошло время для традиционного опроса Каждый день наши журналисты выходят на улицы города, чтобы узнать, что интересного произошло в жизни гостей и жителей Калининграда Сегодня съемочную группу Первого городского можно было встретить возле Центрального парка культуры и отдыха Спонсор рубрики «Хорошие новости» – сеть магазинов европейского формата «Семейная мода» Я с ребенком гуляю Ой, да вот сейчас из парикмахерской стрижечку все сделала А папа завтра в гости приезжает Сегодня отремонтировала сломанную машину Швейную, ой, швейную, стиральную Не подумайте, что с рулем У нас каникулы, идем здесь не в парк Была на день рождения у внучки Отличный праздник, красавица Были у нее гости Ей понравился подарок Встретилась с внуком, младшим, третьим Поэтому замечательные новости все Внучка принесла кошечку маленькую совсем Ей будет два месяца Она уже привыкает к дому Сама ест и шкодит И в завершении нашего выпуска нас ожидает, как всегда, прогноз погоды Побьем ли мы исторический рекорд И завтра давайте узнаем из данных интернет-источников Спонсор прогноза погоды Стоматологическая клиника На вагоностроительной 10 В Калининграде 31 мая плюс 29 малооблачно 1 июня плюс 27 малооблачно 2 июня плюс 24 малооблачно В Гданьске 31 мая плюс 27 малооблачно 1 июня плюс 24 малооблачно 2 июня плюс 22 облачно дождь В Вильнюсе 31 мая плюс 24 ясно без осадков 1 июня плюс 18 ясно 2 июня плюс 18 малооблачно Свадьба это действительно волшебный день, но почему-то все привыкли думать, что переживают за успешный праздник только молодожены И красиво выглядеть тоже должны только они Ведь каждый гость не один день выбирает себе наряд Как сократить время поисков платьев и найти несколько нарядов для важного праздника в одном месте? Смотрите далее Любой праздник для женщины это лишний повод покрасоваться А если это свадьба любимой родственницы, где соберется большая семья, это двойной повод Именно поэтому Наталья взяла с собой свою племянницу, которая разбирается в красивых вещах Волшебный вариант фирма Марселине поставляет нам эксклюзивные варианты платьев из кружев На Наташе кружево восхитительно Мало того, что это платье красивое, оно еще очень и очень комфортное Платье очень понравилось Никогда не думала, что кружево мне подойдет, я никогда не носила А вот эти вот бантики по спине, я от платья в восторге Лер, как тебе цвет? Мне нравится, юбка вообще огонь Давай еще покружись Цвет для меня новый Фасон я такой люблю Но такого плана, вот из фати на юбку, я меряю первый раз Это для меня новое И я, честно, удивлена, что оно так смотрится красиво Чтобы убедиться в своем решении, Наталья с подачей племянницы решила померить еще один вариант Ну, мне очень понравился цвет Мне очень понравился фасон Вообще, я такой костюм давно искала Он очень удобный Он очень красивый Мне он очень нравится И я его беру Я рада, что мы подобрали вам два таких красивых эксклюзивных наряда Которые ни на одно мероприятие вас выручат Вы всегда будете выглядеть восхитительно в моих платьях Жду вас к нам еще Ну, а девушку, как я и говорила, мы продолжим наряжать на втором этаже Здравствуйте, я вижу, вы наши покупатели У нас для вас есть эксклюзивное предложение И скидка на покупку составит больше двух тысяч рублей Пожалуйста, проходите Ой, я сюда зашла Столько платьев, прям глаза разбегаются Мне все так нравится Ой, мне это платье очень понравилось Оно такое яркое Прямо как я люблю А еще на юбке эти цвета будут сочетаться с образом моей тети И мы будем очень созвучны Ну что, Наташ, как тебе? О, Леш, ты такая хорошенькая Ну давай еще померяем одно Конечно же, я выберу его Это такой приятный оттенок розового Оно длинное в пол, как я люблю С открытыми плечами Ну, это лучший вариант Хотите блистать на свадьбе, выпускном или любом другом празднике? Загляните в Калининградский пассаж Ваше платье в магазинах «Метафора» и «Биби-студио» И это все на сегодня В студии для вас работала Катерина Гришинская Ну а я напоминаю, что новости выходят теперь в новое время в 20.18 Всего вам доброго и увидимся в городе Генеральный спонсор службы новостей «Город» Сеть аптек «Аптека для бережливых» Заботьтесь друг о друге Как аптека для бережливых заботится о вас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok